Здравствуйте! С вами программа «Неделя города» и я, Марина Романюк. Чем запомнилась последняя неделя сентября, смотрите выпуски. Пора домой! Владимир Путин объявил о судьбоносном решении для Республики Тонбасса. Необходимые вещи. Как мобилизованным в Рязани помогают волонтеры? Ушел в небо. В Рязани простились с воздухоплавателем Львом Мавром. Судьбоносное решение для Республик Тонбасса принято. Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Сообщается, что суверенитет и независимость этих территорий признается в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, равноправия и самоопределения народов, закрепленного в Уставе ООН. Желание ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья присоединиться к России – неотъемлемое право жителей Донбасса. И это кодекс организации объединенных наций. Они заплатили за эту интеграцию высокую цену. Мы единый народ и теперь у нас одна судьба. Об этом говорил Владимир Путин, а специально для киевского режима в его речи зазвучали ультимативные нотки. Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе. Чтобы это запомнили все люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда. Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем. Он сделан. Россия его не предаст. С этого дня эту территорию мы будем восстанавливать и развивать сами. Как бы этого не хотелось, цитата, так называемому Западу. А затем президент обратился ко всему народу страны. На кону само существование России, говорил он. И мы никому не позволим просто отменить нашу нацию. Именно так называемый Запад растоптал принцип нерушимости границ. А сейчас по своему собственному усмотрению решают, кто имеет право на самоопределение, а кто нет. Кто его не достоит. Почему они так решают? Кто им дал такое право? Непонятно. Сами себе. Вот почему у них вызывают дикую злобу выбор людей в Крыму, в Севастополе, в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне. Никакого морального права давать ему оценки, даже заикаться о свободе и демократии у этого Запада нет. Нет и не было никогда. Сегодня мы боремся за справедливый и свободный путь. Прежде всего для нас самих, для России, за то, чтобы диктат, деспотизм навсегда остались в прошлом. Как прежде, уже не будет. Поле битвы, на которое у нас позвалась судьба и история, это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию. Исторически Россия действительно теперь стала больше. Соглашение о включении четырех республик Владимир Путин подписал с каждым представителем. Теперь Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье – наши навсегда. Рязанцам будет легче оценить прибыльность депозитов. Банки должны теперь раскрывать условия вкладов в доступной форме. С 1 октября на первой странице договора будет размещаться таблица с основными сведениями. Суммой и сроком вклада, возможностью пополнения, порядком выплаты процентов и так далее. Подробности у Валерия Седова. В условиях по вкладам станет разобраться куда проще. Теперь самые важные параметры депозита будут представлены в таблице на самой первой странице договора. Причем представлены в доступной форме и оговорены самые важные параметры. К основным условиям относятся срок, валюта и сумма вклада, процентная ставка, возможность пополнения вклада, а также условия получения процента по вкладу. С данными условиями потребитель может ознакомиться как в офисе банка, так и на официальном сайте банка, в котором потребитель собирается открывать вклад. Как начисляются проценты, изменится ли ставка, на каких условиях будут продлевать вклад и можно ли его пополнять или наоборот снимать с него деньги. Плюс ко всему, когда человек решит открыть вклад, он получит информацию о минимальной гарантированной ставке. Это доход, который точно выплатят в конце срока депозита. Нередко в рекламных целях банки указывают достаточно привлекательные условия. На деле же оказывается, что для получения максимальной ставки по вкладу необходимо выполнение условий ряда. Например, приобретение инвестиционного пакета или же вклад на большую сумму и на длительный срок. Соответственно, инновация данная позволит потребителю изначально понимать привлекательность того или иного вклада. Такие указания банкам дал Минюст России еще в июле. На доработку IT-систем дал три месяца. Таблица должна быть при заключении договора и в электронном виде. Если же таблицы нет, то можно обратиться в Банк России как по телефону, так и через сайт. Сейчас у рязанцев на депозитных счетах по состоянию на 1 августа почти 190 миллиардов рублей. За год депозитный портфель вырос на 11%. Инновация может эту цифру увеличить. В регионе установилась теплая дождливая погода, а деревья на глазах окрашиваются в золотые и бортовые оттенки. Долгожданное бабье лето наконец, судя по всем признакам, вступило в свои права. В ближайшие три дня в связи с прохождением серии циклонов ожидается влажная и теплая по осенним мягкам погода. На территории Рязанской области временами пройдут дожди различной интенсивности, в отдельных районах возможны грозы. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. С 3 октября порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью в первые дни октября от 8 до 14 градусов в дневные часы до 18 тепла. Тут у циклона станет прохладнее, всего 10-15 градусов. По предварительному прогнозу на будущей неделе вероятность осадков уменьшится, температурные фоны в пределах или чуть выше нормы. Как долго продлится бархатная пора столь любимая, поэтому и такая долгожданная для тех, кому не хватило лета в преддверии долгой зимы. Не знают даже синоптики, ведь долгосрочные прогнозы – дело неблагодарное. Но после холодного и ненастного старта сентября в ближайшее время ожидается настоящая погодная благодать. В последний день сентября верующие отмечают особый праздник – День святых веры, надежды, любви и их матери Софии. В 2022 году 30 сентября выпало на пятницу. День ангела для обладательниц сразу четырех имен стал единым не случайно. В этот праздник чествуют четырех мучениц, перенесших страдания во имя Христа. Речь идет о жившей во II веке благочестивой семье – вдове Софии и ее трех дочерях – вере, надежде, любови. Такие имена мать дала девочкам в честь христианских добродетелей и воспитывались дети в смирении и почитании Господа. Однако приверженцы христианской веры в те дни подвергались гонениям. И о верующей семье вскоре узнал император Адриан II. Он велел доставить мать и дочерей ко двору, где принуждал их отказаться от веры и принести жертву языческим богам. Но даже под угрозой смерти ни мать, ни дочери не отреклись от Христа. Тогда император приказал пытать девочек, младшей из которых было всего 9 лет. Но даже жестокая экзекуция не сломила духа веры, надежды и любви. И до последнего вздоха девочки остались преданными Господу. Мать София наблюдала за истязаниями дочерей, не в силах помешать пыткам, и стала свидетельницей их казни. Женщина не смогла пережить великое горе. Похоронив дочерей за Римом, она плакала на их могилах и на третий день скончалась. Церковь причислила всех мучениц к лику святых. Праздник можно назвать по-настоящему женским днем, ведь все четверо покровительствуют женщинам. Недаром в народе праздник носит название «Бабьих именин». Еще недавно поздравлять было принято не только обладательниц имен веры, надежды, любовь и София, которых было на Руси много, но и женщин в целом. Считалось, что именно женская мудрость и сила духа лежат в основе благополучия семьи, о чем и принято напоминать в день торжества. В учебном центре в Сельцах первый полк мобилизованных уже приступил к обучению и тактическому слаживанию. Тем временем группа рязанских девушек объявила сбор необходимых мобилизованным вещей. Уже в воскресенье они поедут в Сельце и передадут все, что собрали по назначению. Вести о частичной мобилизации вызвали в рязанском обществе совершенно различные эмоции. У кого-то страх и панику, а кого-то наоборот заставили собраться и сплотиться, и стать незаменимыми помощниками. У меня у подруги забрали туда мужа, забрали брата, у многих знакомых забирали братьев, мужей. И получается так, что она ехала из Сельц, ей позвонил брат, она вся в расстроенных чувствах, она говорит, Настя, что будем делать, может как-то все соберемся. И девочки создают чат, куда мы все вступаем. Сначала нас там было мало, совершенно мало. Создается чат в группе ВКонтакте. Затем друзья друзей приглашают уже туда людей. Нас становится все больше и больше. Сейчас в сообществе 486 человек. И это не считая тех, кто в чат не вступает, но звонит, пишет, узнает, что нужно. Таких неравнодушных и активных оказалось огромное количество. Сейчас уже все, не только даже просто жители Рязани и Рязанской области, но и организации начинают оказывать нам помощь. Очень большое количество помощи поступает в районе, в Рязанской области. Там тоже неравнодушные люди организации и таксисты, сообщество таксистов, и мебельные магазины, ИП очень много нам помогают. Везут в основном то, что самое необходимое. Это носки, медикаменты, сладкое, потому что мы хотим им поднять настроение, им будет приятно покушать сладенького. Везут шнурки, везут шапки, рукавицы, перчатки, тушенку, консервы. В общем, все то, что можно открыть и скушать, не готовя это, либо на себя надеть, чтобы было тепло. Анастасия показывает, что привезли люди буквально за полдня, до момента передачи продуктов и вещей еще три дня, четверг, пятница, суббота. В воскресенье волонтеры отправятся несколькими машинами в Сельце, в загородный учебный центр, чтобы отдать все ребятам. А заодно узнать о насущных потребностях призванных, потому что пока собирают то, что нужно лишь предположительно. Хотелось бы на нашем примере показать другие города, чтобы люди так же объединялись, собирались, помогали ребятам на добровольной основе, непринудительно, ничего. Просто наши ребята сейчас защищают нас. И хочется, чтобы они тоже чему-то радовались и знали, что мы о них заботимся, любим их, ждем их. Координаторы волонтеров есть в Сторожилово, Ряжске, Новомичуринске и Пронске, а также в районах Рязани. Девушки не намерены останавливаться и продолжат собирать и отвозить вещи и продукты до тех пор, пока мобилизованные ребята проходят обучение в Сельцах. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Юридическая компания «Семья» уже заслужила репутацию надежной и проверенной компании. Опытные юристы – прозрачность всех этапов взаимодействия, трехлетнее юридическое сопровождение после банкротства. Юридическая компания «Семья» уникальна в своем роде, ведь, обращаясь сюда, можно не опасаться быть обманутым. Законодательная процедура банкротства прописана в России еще с 2015 года, но до сих пор вызывает массу страхов, опасений. Вокруг нее сложилась целая система предрассудков. А все потому, что заработать на попавших в беду людях частенько пытаются недобросовестные псевдо-юристы. Большое количество физических лиц пытаются пройти процедуру банкротства. На этом фоне создается много однодневок фирм, которые предлагают свои услуги, заключают с клиентами договоры и потом пропадают. Такие клиенты, они обычно уже обожженные на данных процедурах, начинают обращаться в проверенные юридические компании. Какой является наша юридическая компания «Семья». Согласно федеральному законодательству, банкротство возможно для граждан с задолженностью более 500 тысяч. Однако практикуются случаи, когда процедуру проводят, если сумма долга меньше и человеку сложно исполнять свои финансовые обязательства. В быту массово существует представление о том, что банкротство необходимо только гражданам, у которых имеются кредитные задолженности. В действительности в процедуре банкротства, так скажем, списываются, употребим такой термин, долги и по коммунальным услугам, многие административные штрафы. Сомнения, возникающие у большинства перед процедурой, подкрепляют родственники и знакомые. Но положительные примеры тех, кто вышел из казалось безвыходной ситуации, говорят о том, что бояться нечего. Почти 700 тысяч долга было у одного из клиентов компании Дмитрия. В жизни сложилась тяжелая ситуация, были большие задолженности в банке, задолженности по ЖКХ, не знал, как выйти из этой ситуации, но посоветовавшись и долго выбирая, выбрал юридическую компанию «Семья», где отнеслись хорошо и помогли мне в данной жизненной ситуации. Прошло 7 месяцев, жизнь нормализовалась. Спасибо юридическую компанию «Семья». Вопреки расхожему мнению, после процедуры человек продолжает жить нормальной жизнью. Клиенты компании «Семья» в течение трех лет после списания долгов могут обратиться к юристам по любым юридическим вопросам и получить консультацию абсолютно бесплатно. Процедура банкротства направлена на то, чтобы вернуть человека в нашу экономическую среду, позволить ему списать долги, получить возможность вновь заключать кредитные договоры, официально трудоустраиваться. И вести полноценную жизнь. После процедуры банкротства граждане имеют те же права, что и граждане, у которых хорошая кредитная история. После процедуры компания предлагает и помощь в трудоустройстве. Единственная на сегодняшний день – компания на рынке, которая предлагает данные услуги. Клиенты приходят и после неудачного опыта. Юридическая компания «Семья» находится по адресу улицы Ленина, дом 16, дробь 65. Виталий Гагунский, более известный как Кузя из сериала «Универ», между тем еще и поет и исполняет драматические произведения. В Рязани он прочитал «Метель» Александра Сергеевича Пушкина под аккомпанемент Рязанского оркестра народных инструментов. Легендарному коллективу, кстати, в этом году исполнится 45. Мелодия знакома каждому, даже тем, кто далек от литературы и классической музыки. Незабвенная музыкальная иллюстрация русского композитора Георгия Свиридова к повести великого Александра Пушкина «Метель». Когда же музыка соединяется с голосом профессионального чтеца, происходит волшебство. Я хочу поблагодарить Александра Ивановича, представить маэстро Лаврухина. Это уникальный опыт, потому что, я вам скажу, такое наследие, настоящее наследие русской культуры сейчас в нем в многих местах сохранилось. То есть вот непосредственно в Рязани и непосредственно Александр Иванович носитель того культурного кода, вы еще поймете потом, о чем я говорю. Сегодня уже многие говорят о том, что нужно воскрешать нашу культуру. И это не пустые слова. Мы видим, к чему приводит в обществе, скажем так, потеря культуры, исторических фактов. И вот я думаю, что Александр Иванович меня в этом поддерживает. Исполнять классику, великую классику, ответственность даже для профи. Дух эпохи, мистика, присущая автору ирония – все это на сцене случилось. Дай бог освоить «Метель» Пушкина так, как это должно быть. Потому что чем гениальные произведения хороши, что в них нет предела. Это можно развиваться и расти бесконечно. Ну, я скажу лично, вы знаете, я отучился, окончил мастерскую Баталова в ГИК. И оказалось, что мой мастер, я об этом не знал, но он тоже читал «Метель». Я послушал еще накануне своего мастера Баталова, и у нас совпало, то есть это здорово. Значит, какая-то есть связь, какая-то есть наследственность, какая-то есть преемственность. Это очень важно. И посмотрите, у всех счастливые глаза. Репетиция Виталия Гагунского с рязанским оркестром состоялась в день выступления. Артист уже читал «Метель» с оркестром в Твери в начале года. Для оркестрантов музыка тоже хорошо знакома. «Метель» иллюстрации Сверидова, знаете, с какого года, в 200-летии Пушкина, когда было, мы выучили это иллюстрации. И у нас уже в нескольких вариантах. И вот это, наверное, четвертый вариант этой «Метели». Но, надо признаться, пожалуй, лично нашему коллективу больше всех импонирует этот вариант. Оркестр с колоссальным опытом. В этом году ему 45. Все эти 45 лет – бессменный художественный руководитель Александр Иванович. Такой опыт с чтением произведения оценили обе стороны – и артисты, и музыканты. А вот полноценный юбилейный концерт оркестра состоится в ноябре. У нас есть примерно 11 тематических программ, которые именно посвятены определенной теме. Ну, допустим, музыка-кино. Или популярная классическая музыка. Или, я помню, с вальса «Звук прелестный». Это вот я вам три темы назвал. Из каждой темы мы будем выбирать какие-то самые, наверное, интересные номера для нас, но, наверное, и для слушателей. И показывать, будет наш типо отчета. Конечно, можно слушать великие произведения в записи или включить аудиокнигу. Но сравнится ли запись с живым звуком и той энергией, что идет со сцены? Уже более часа был он в дороге. Шатрино должно было быть недалеко. Но он ехал-ехал, а поле не было конца. Все с угроба до овраги. Поминутно сани опрокидывались, поминутно он их поднимал. Время шло, Владимир начинал сильно беспокоиться. Но всегда связал свою жизнь с летучими кораблями, аэростатами и превратил Рязань в центр воздухоплавания. Лев Борисович Маврин. Легендарный пилот аэростата, основатель и бессменный директор известного на всю страну фестиваля «Небо России». Влюбленный в родную Рязань и небо. На этой неделе его не стало. Одновременно все, кто все требовалось, не стали. Влюбленный в родной Рязань. Почему высота 124 метра? Представляете? Потому что у нас длина Георгиевской ленточки 100 метров. В честь чего? В честь столетия легендарного рязанского десантного ученика. Человек, который стремился видеть красоту, создавать красоту и дополнять красоту. Таким он запомнится всем, кто знал Льва Борисовича близко. Таким, кто не на словах, а на деле любил родную рязанскую землю и транслировал эту любовь на всех окружающих. На севере, на востоке и чуть-чуть на юго-западе нашего города это сплошное море воды. Соответственно, утренние мягкие красно-желтые краски солнца подсвечивают это все. Получается просто фантастическая картина, которую словами описать невозможно. А вы видели, как планета Земля акварелью талой воды рисует весенние картины? Лев Борисович с высоты полета видел Землю такой прекрасной. Редкий дар, ведь красота в глазах смотрящего. Первый фестиваль провели в 1990 году. У нас есть выписка из книга рекордов, что мы были первые в нашей стране. Провели наш фестиваль. И дружба с отрядом космонавтов началась именно с этого фестиваля. И дружба большая с воздухом, с Пятым океаном. Он нас любит, мы его любим. Но мы знаем, что данный океан ошибок не прощает. Заразить любовью к небу ему удалось многих. В Рязань три десятилетия подряд ежегодно съезжаются пилоты, чтобы участвовать в созданном им легендарном фестивале «Небо России». Не просто плетать для души, а именно в спорте, как мы говорим, побиться. Вот побиться там за метры, за секунды. Еще то, что за удачу. Вот удача – это вещь такая. Если ты слабейший и ничего не умеешь делать, то удачи вот здесь сидеть не будет. С легкой подачи, влюбленного в жизнь и в небо человека, с каждым годом поклонников воздухоплавания все больше и больше. А утренние полеты с утренним Окским туманом – это какая-то сказка. А Рязанский Кремль. За один только Рязанский Кремль и за один полет от стен Кремля, потому что, ну, сами понимаете, приехать в город, где тысячелетняя история, все уже лают. Стоит сюда приезжать перед чемпионатом Европы, мира в Рязани, нормально, побежать, да? Можешь потренироваться в здоровых, в рязанских условиях, но в красивейших местах. Воспоминания о полетах он бережно и щепетильно сохранил. Фотоархивы с фестивалей существуют во многом благодаря его особому отношению к памяти. Мгновения неуловимы, и каждая из них неповторима. Вечерний полет 2014 года, когда его величество Ветер над Акой нас собрал пилотов в трех поколениях одной семьи. Я, дед, внук Вова Ермаков и любимая невестка Марина Маврина. Это было что-то. Вот так вот бок о бок мы плыли по Акке и над Акой минут где-то, наверное, 25-30, пока не стали заходить на посадку на летное поле. А дальше там написано «Голубая мечта» – дождаться пилотов четвертым поколением. Мы единственная семья в нашей стране, а может быть и в мире, который имеет пилотов в трех поколениях. Искрометное чувство юмора и харизма, бодрость духа и не только. Ведь это он поставил на горные лыжи сына и внука. Оба ныне не только пилоты, но и инструкторы. Каждый год в Красной Поляне можно было встретить лыжника с идеальной техникой и очень высокой скоростью – Льва Маврина. А теперь он ушел в небо, с которым всю жизнь был неразделим. Мы большие. Наш летательный аппарат высотой 24 метра. То есть он так хорошо виден, он так хорошо читается, что на следующий год можно будет подойти близко-близко, пообщаться, обняться и поцеловать любимого пилота. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до следующей недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова